13 лет назад вся наша страна, да и весь мир был потрясен трагедией, произошедшей в Беслане. Тогда боевики взяли в заложники более 1100 человек в городской школе номер один и три дня держали их в страхе. В результате теракта погибло 334 человека, 186 из них – дети. Чтобы люди помнили о страшных последствиях действий террористов и не допускали подобного в будущем, 3 сентября был утвержден День солидарности в борьбе с терроризмом. В Омске память погибших в различных терактах почтили митингом. Здесь собрались все неравнодушные – от представителей органов власти и ветеранов боевых действий до студентов и школьников. После минуты молчания собравшиеся в Парке Победы возложили цветы к памятнику воинам-амичам. Эта дата очень скорбная, потому что в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб от рук террористов. Это и обычные гражданские жители, это и военнослужащие, которые участвовали в контртеррористических операциях. Очень важно, чтобы мы не только помнили об этом, но и знали как можно больше об этом зле, для того, чтобы уверенно и надежно ему противостоять. И это дело, конечно, не только правоохранительных органов, это дело всех граждан, всех жителей Омской области, чтобы таких событий террористических у нас не было. Я уверен, что только сообща мы можем победить это страшное мировое зло. Россия испытала на себе, что такое терроризм. Это Северный Кавказ, взрывы везде, в Москве, это очень было много вот этих взрывов. Ну, я думаю, мы этот переломили у себя вопрос, но мировой терроризм, я думаю, что он развивается и развивается в глобальном масштабе. Что это дело прекратить? Конечно, нужно, чтобы все страны мира были заинтересованы в этом. Я думаю, что если мы будем дружно вместе все бороться с терроризмом, будет все хорошо, потому что солидарность – это очень великое дело. Когда весь народ против этого безобразия, тогда, я думаю, что будет мир во всем мире. Я, наверное, как и каждый человек, сопереживаю ежедневно, когда у нас в стране происходят какие-либо теракты, когда страдают невинные люди от какой-то, может быть, глупости человеческой. Для чего они это делают? Зачем вообще происходят все эти жертвы? Для чего? Мне очень грустно на это смотреть, когда происходят вот эти вот гибели многочисленные. И поэтому я считаю, что должен сюда прийти и вспомнить всех тех, кто пострадал. После возложения всех желающих пригласили в часовню Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия Донского. Почтить память жертв террористических актов, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при исполнении своего долга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!